Боспорские чтения Крыма и на территории Краснодарского края. Это, конечно, всегда очень интересно, потому что, ну, как люди здесь начали строить города, как здесь появилось регулярное сельское хозяйство, как здесь принималось христианство. То есть, эти процессы, эти большие такие глубинные изменения в обществе, они очень показательны для территории обеих побережья Керченского пролива, древнего Боспора Кемерийского. К началу каждой конференции фонд Диметра готовится заранее. Ученые, желающие выступить с докладами, присылают их еще осенью. Организаторы знакомятся с каждым, а затем формируют книгу, куда вносят основные тезисы. На конференции каждый участник получает такую книгу в подарок, а также многочисленные издания фонда. Этот год вообще юбилейный для фонда Диметра. Ну, во-первых, благодаря большим исследованиям, которые проводят ученые из разных стран, мы издаем научные книги. В этом году вышел 30-й том боспорских исследований. Все участники конференции получат эти новые тома. Помимо этого, мы еще целый ряд книг опубликовали. Конференция длится несколько дней. У исследователей есть возможность не только представить свои доклады публике, но и посетить археологические памятники Керчи. Отрадно, что многие ученые не изменяют боспорским чтением и посещают их в течение нескольких лет. Юрий Алексеевич Виноградов – доктор исторических наук. Знаковая фигура в Российской академии наук. С Керчью его связывают особенно теплые чувства. Как-то судьба связала меня с Керчью, с боспорскими древностями, начиная со студенческих лет. Закончив первый курс, мы не поверили, в 1972 году. Скажите, так долго не живут, живут. Я сюда приехал, вдохнув воздух, увидев памятник, понял, что это моя жизнь. Конечно же, мы не могли не поинтересоваться судьбой археологических экспедиций. Виктор Ваханиев, заведующий отделом подводной археологии Черноморского центра подводных исследований, рассказал, что исследователи готовы продолжать изучать подводное городище, великолепную Акру. В этом году мы уже закупили достаточно нового оборудования, новых гидроэжекторов для проведения раскопок уже на больших площадях. И, конечно же, мы будем продолжать все исследования в комплексе, который мы начали в предыдущие годы. Это раскопки оборонительной башни, это раскопки помещения как части здания 4 века до новой эры на глубине от 2 до 3 метров. Раскопки будут продолжены со всей необходимой методикой, фиксацией, просейкой грунта и так далее. Но конкретная дата начала будет известна, как только мы получим открытый лист в Москве, разрешение на право проведения раскопок. Как только получаем, в тот же день буквально начинаем. Археологический сезон начнется и на Теритаке, новейшие исследования которой стартовали в 2002 году. По словам Виктора Зинько, на городище будут работать археологи, но пока без польской миссии. На этот год, к сожалению, правительство Польши не разрешает выезжать этой экспедиции на территорию Крыма. Как будет на последующие годы, я пока что сказать не могу. Но у нас продолжается большая научная программа совместная с поляками, но она будет в этом году сосредоточена не на полевых исследованиях, а на издании тех материалов, которые уже добыты совместными усилиями за вот эти 6 лет. Несмотря на значительные геополитические изменения, ученые не унывают. Они уверены, что наука не имеет границ и что исследование археологического наследия будет продолжено. А все находки, обнаруженные при раскопках, обязательно увидит широкая публика.